Ладно, выключись, плохая музыка, плохая, очень плохая музыка, выключись. Привет, любители овощей! Приглашаем вас кусти нашу морковную ферму, где вас ждут свежие морковки! Все кушайте морковку, будьте очень здоровы! Всем доброго времени суток, с вами Валерий, и мы продолжаем проходить с вами Баррохилл. Итак, мы связались с девушкой с радиостанции, но связались в тот момент, когда на нее кто-то или что-то напало, короче. Не знаю, как насчет ее, уничтожило оно ее или нет, но вот собаку, собаку, похоже, все кирдык того. Сейчас я вам покажу, где-то тут. Вот, собственно, собака, познакомьтесь. Уинси, собака нашей радиоведущей. Окей, у нас открылся вот здесь проход. Давайте сходим, посмотрим. Что же там такого? Я так предполагаю, что... Этот проход приведет нас на радиостанцию. И, возможно, и, возможно, мы можем встретиться с убийцей. Возможно. Но это не точно. Шорохи какие-то. Угу. По бокам ничего нет. Спуск просто куда-то в темень. В темноту просто. Может здесь что-то еще? Есть. Окей. Это какое-то болото. Это похоже на болото. Так, фонарик у меня выключился. Теперь я ничего не вижу. Окей. Опа, смотри. Вороны или вороны, кто это? Там что-то... А, о, я так полагаю. Вот это вот, это радиостанция. Нам, в принципе, туда. Вот эта дорога ведет, значит, туда. А, здесь еще какие-то развалины. Давай-ка сходим сначала туда, в развалины посмотрим. Блин, такие звуки, прям кто-то бультыхается в этом болоте. Какой-нибудь водяной или, не знаю, там, леший. Так, смотри, какой-то крест. Это... Это могила, что ли, наверное? Взяли с вами, кстати, несколько даров. Дар рыбы нашли. И дар соль нашли. Так. Сюда. А здесь у нас ничего. Здесь у нас камыши. Это, походу, обратно. Ну, пока, в принципе. Опа. Кто здесь? Так. Ну, давай-ка вот сюда сейчас заглянем. Крест. С каким-то символом. Что означает этот символ? Кто разбирается в кельтской металлогии, пишите в комментариях, что это за символ. Может, это пригодится. Так. Крестка хлещется. Так, обошли этот... Знак. Здесь еще что-то. Крест. Можно что-то сделать. Скрипком. Опа. Монетки. Книга. Так. Тень пала на землю, и пришло время совершить обряд. Я пишу эти строки для моих последователей. Знание должно передаваться из уст в уста. Вера моя пошатнулась, но я знаю, что должен сделать. На душе моей лежит тяжесть, и разум мой опутан неверием. Некоторые подозревают меня в связи с культом прошлого. В аббатстве есть шпионы. Они ждут, наблюдают. Приспышники глаз Танбура подобны кубку ядовитых змей. Если меня застанут в миг проведения обряда, я буду изгнан. Я мечтаю о мире меж всеми религиями, но люди этой земли не согнутся в поклоне, ибо подобны они этому древнему дубу, что стоит здесь надменно и неподвижно. Они не хотят слушать, они не хотят знать, они не умеют забывать. Они помнят пути прошлого, ибо они дети этой земли. Я должен завершить ритуал. Под покровом ночи приду, и я к ней просить наставления. Она поможет мне. Она знает тайные тропы. Я должен идти. Тени становятся все длиннее. Время пришло. Как и мой отец, я буду готовиться к церемонии. Тот, кто спит, не должен пробудиться. Окей. Так, это что? Что это такое? Металлический артефакт. Что это за куча железа? Сваренная куча железа. Металлический артефакт. Окей, ладно, допустим. Так. Опа. А вот это самое светилище. Часто, кстати, вот этот рисунок светилища нам попадается. Надо будет туда наведаться. У нас все-таки есть фонарик, и можно туда пробраться. Вот. Так, что еще здесь есть? Больше ничего. Ладно, допустим. Так, давай сюда еще заглянем. Это, короче, какие-то строки какого-то чела. А что меня сюда перекинуло? Так, стопэ. Чё-то прям вот, знаешь, вот на этот кусок земли, короче, прям... Сама камера повернулась, короче. Не зря. Надо запомнить это место. Так, что у нас еще здесь есть? Всё, больше ни черта. Надо запомнить, короче, это место будет. Пошли дальше. Вот. Записи какого-то чувака, который, я так понимаю, из года в год, да, делал какие-то ритуалы, приноподношения, чтобы нечто не пробудилось. И вот, короче, из-за раскопок это вот нечто, она пробудилась и теперь карает городок этот, Баррохилл. Это, как бы, вот все, что я понял пока что. Так. Камыш. Окей, в корзинку. А, смотри. То, что мы берем в корзину, оно здесь не появляется. Оно, по идее, лежит в корзине, я так понял, да? Мы взяли жёлудь и теперь камыш взяли. Хотя, вот это вот не камыш, это как-то по-другому называется. Я не помню, как называется в реалии. Так, погоди. А, мы круголя дали. Ладно. Вот. Я не помню, как он называется. О, боже. Смотри. Ой, шорохи. Ой, что-то здесь сейчас мне кажется будет. Керешка из пятёрочки. Ты смотри, как просто вырвали дверь. Её просто вынесли. Так, можно туда пройти. Вон R. Можно сюда пройти. Давай пока в окрестности посмотрим. Так, вот здесь что у нас? Ёма-ма-ма. Это уже... Это уже серьёзно. Какой-то рык или что это? Гул такой. Так, бочки. Бочки с газом, я так понимаю, да? Либо с топливом каким-то. Да, прикачай, а. Хорош. Так, мы туда ещё не сходили. Сейчас поедем. Вот этот. А, и всё, что ли? Я думал. Ну ладно. Окей, пошли внутрь. Ну, с богом. А вот в принципе это вагончик, короче. Откуда транслировала эта девушка свою станцию, радиостанцию. Так, окей. Какая-то проволока. Детектор какой-то. Баруф Хилл. Погоди. 5, 8, 5, 2, 1, 3, 1, а. Это её номер станции. Ладно, допустим. Кстати, смотри, я меню не могу выбрать. Не могу сохраниться даже. Теперь могу. Так, ладно. Чуть-то непонятно, что там нарисовано. Её фотки. Хорошо. Это что у нас? Опа. Лежак для собаки в Инсе. Это что? А, это металлодетектор. Металлоискатель. Он разобранный, а на кровати лежит. Понятно. Надо собрать. Нужно будет собрать. Это нам пригодится. И, в принципе, я предполагаю, где его можно будет использовать. Так, грибочки всякие. Хорошо. Хорошо. Грибов набрал. Грибов набрал. Надо будет посмотреть, что это за грибы вообще. Так, ладно. Металлоискатель. Справочник для начинающих. Работаем металлоискателем. Если вы решили посвятить себя этому хобби, то не приобретайте для начала дорогой детектор. Простые приборы для начинающих позволят вам получить бесценный опыт работы с металлоискателем. Все приборы, даже самые простые, откроют перед вами чудесные возможности для поиска сокровищ. Но только объединив ваши знания и умения, вы достигнете успеха. Теория и практика. Для начала изучите историю вашей местности и исследуйте приборам доступные вам места. Скорее всего, вы обнаружите предметы, которые находятся на небольшой глубине. В целой этой практике разобраться с различными сигналами, которые подает детектор. После этого вы сможете исследовать более сложные зоны, которые охотники за сокровищами обычно пропускают из-за сложных показаний прибора. Тренируйтесь на пляжах, парках и даже на собственном дворе. Копайтесь весь всегда. Каждый раз, когда ваш прибор подает сигнал, пытайтесь выкопать то, что он обнаружил. Так вы научитесь распознавать разные типы сигналов. Многие детекторы можно настроить так, чтобы они пропускали некоторые типы объектов, например, гвозди или крышки из-под бутылок. Однако, помните, чем больше ограничений, вы установите, тем меньше ваш шанс найти что-то стоящее. Избегайте исследований территории, на которых может быть много подобного мусора. Детектор будет воспринимать его и подавать хаотичные сигналы. Чистые территории. Если вы знаете какой-то территории, на которой уже проводились подобные поиски, попробуйте исследовать ее еще раз после дождя, когда земля размокнет. Мокрая земля лучше прослушивается детектором, и вы сможете обнаружить нечто захороненное очень глубоко. Также вашим союзником станет ранняя весна, во время которой многие находки поднимаются ближе к поверхности. Ураганы, которые часто приносят ценные вещи на пляжи и ветер, развивающие песчаные дюны. Не забывайте исследовать уже изученные территории. Ужать землю и частную собственность. Всегда забрасывайте землей ямы, которые вы выкопали, иначе кто-нибудь может наступить в одну из них и сломать ногу. Выбрасывайте мусор, который будет попадаться вам в процессе поисков, иначе вы рискуете постоянно наталкиваться на одни и те же объекты, выпуская из виду настоящие сокровища. Заодно вы сделаете свой вклад в очистку нашей планеты от мусора. Рекомендации. Человек с металлодетектором всегда привлекает внимание. Пусть люди привыкнут к вам. Вам редко удастся поработать в одиночестве, но тем не менее старайтесь избегать толпы. Работайте во время дождя или после заката солнца. Окей. Кстати, я тоже себе хочу... Вот, блин, детектор это прикольная штука. Знаешь, полазить. Поискать. Что-нибудь интересное, стоящее. В эфире. А смотри, отражение в эфире на русском, а при входе было на английском. Хорошо. Так, ладно, давай, что вот здесь, вот здесь, вот здесь. Поточка собаки. 15.30, это ваша волна. Радио Барро Хилл на волне 15.30. Это, короче, записи... Музыка с вершины мира, радио Барро Хилл на волне 15.30. Это, короче, вставочки, которые она записывала, да? Музыка с вершиной мира, радио Барро Хилл на волне 15.30. Привет, любители овощей! Приглашаем вас посетить нашу морковную ферму, где вас ждут свежие морковки, только что и земли, и многие другие развлечения. Это настоящий праздник морковки! Мы открыты в выходные, увидимся! Настоящий праздник морковки! Ууу, ешьте морковку! Музыка с вершины мира, радио Бэррой Хилл на волне 15,3. Мы вещаем с вершины мира, радио Бэррой Хилл 15, легендарное радио с вершины мира на волне 15,3. Какой секси голос. 15,3. Вы слушаете музыку на нашей волне. Это вообще так. Привет, любители овощей! Приглашаем вас посетить нашу морковную ферму, где ваши морковные фермы. Нас ждут свежие морковки, только что и земли, и многие другие развлечения. Это настоящий праздник морковки! Мы открыты в выходные, увидимся! Все кушайте морковку! Будьте очень здоровы! Так, ладно. Да что за одичная началась? Только что меня морковка повеселила, а тут... Да звуки сразу какие-то плохие. Так, ладно. Фотки у нее собаки. Кстати, смотри, две собаки у нее. Окей. Компьютер. Пожалуйста, видите пару для снатия блокировки. Как? Оп. Ну, это, я думаю, проще парень репы, да? Винси. Вин... Се. Так же? Неверный. Погоди, как пишется? Винсей. 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 Ну, это вообще легко. Так, фотка собачки. Интернет, мой блог. Так, что у нас там в инете? Отсутствие доступа в интернет. Соединение с интернетом не установлено в автономном режиме. Да, в автономном режим. Так. В эфире Фабулоус. Фабулоус 15.3. Войти. Привет, вы слушаете радио Бару Хилл. Лучшее радио на всем юго-западе. Я Махари, и каждый вечер я веду эту программу, которая состоит из сладкого джаза, сочных ритмов и прогноза погоды. Наша радиостанция ведет свои передачи из фургона, который стоит у подножия Бару Хилл. Мы пережили все от пожара до потопа. Честно, ливни и разлив рек проводили это место в настоящий заливной клуб. Но мы еще держимся, и вы сможете слушать наши чудесные радиопередачи, пока нас совсем не затопит. Так что включайте свои радиоприемники и присоединяйтесь к нам в студию. Я, Элис, и мой пес Уинси. Вечером только начинается. Сейчас небольшой перерыв, а затем целых 4 песни без рекламы. Окей, так, погоди, стой, я еще не посмотрел. Добро пожаловать на официальный сайт горного пирога. Сайт посвящен кулигарным успехам Дороти Элис. Горный пирог, кстати, мы пробовали, да, горный пирог там какой-то. Классический горный пирог. Тающий во рту и нежный бисквитный пирог, покрытый сладкой сахарной пудрой и украшенный кусочками вкуснейшего шоколада, способного сравниться по качеству с лучшими бельгийскими сортами. Превосходный вкус классического горного пирога достигается благодаря использованию секретной рецептуры, хранимой и его создательницей мисс Элис. Она всю свою жизнь занимается изготовлением горных пирогов, используя при этом только самые лучшие ингредиенты, список которых она хранит в своей памяти. Единственный секрет, касающийся своего культового пирога, который мисс Элис готова поведать, заключается в том, что пироги готовятся при строго определенной температуре, благодаря чему они приобретают свою характерную форму. Горные пироги недоступны в свободной продаже в розничных магазинах. Каждый из пирогов специально изготовляется для своего заказчика и становится настоящим произведением английского кулинарного искусства. Вот почему эти пироги так популярны во всем мире. Нет ничего вкуснее, чем только что испеченный украшенный пудрой горный пирог. Мы, кстати, пробовали. Честно, я не знаю, как на вкус. Надо спросить у главного героя. Так, ЕБИДИНГ. Вы зарегистрированы, покупаете произведение искусства. Всякие Монализа там. Последний заколекционный слот закрыт. Солдовый виски. Проиграла. Металлодетектор выиграл. А, короче, это... Это типа жалкая бородия на ebay. Понятно. Так, что у нас в ВИБРИТАНИКОНОРОЛ? А, погода. Дождь, 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 дождь. Короче, все очень плохо. Так, это обиходные научные названия. В этом приложении приведен список общеупотребленных и научных названий различных химикатов, рыб, деревьев и растений. Аспирин, пищевая сода. Понятно. Рыба-селедка. Горбуша. Ируша. Понятно. Окей. Так. Домой. Не работает. Окей, что у меня там? Мой блог. Эмма Харри. Личный блог. 21 сентября. Каждый раз, когда я приезжаю в Бэру-Хилл, я ожидаю, что мой в ВИНЕ БАГА уйдет под воду. С того самого дня, как течение старой реки был восстановлен, я чувствую, как это место медленно затапливает. Руины оседают все больше и больше. Скоро древняя часовня скроется под темными водами. Древняя часовня? А-а-а. Это вот эти вот развалины, это древняя часовня, наверное. Винси сегодня какая-то радостная. После прогулки в Бэру я заглянул на станцию и купил ей кусочек горного пирога. Винси такая сладкоежка. Была бы ее воля, на землю лились бы шоколадные дожди. Наконец-то привезли металлоискатель, который я заказал в онлайн-магазине. Я так и знал, что в комплект не будут входить батарейки. Но там хотя бы есть схема сборки. Этой чертовой штуковины. Не знаю, зачем я его купила. Наверное, во мне проснулась жажда приключений и неудивительно. Эта археологическая лихорадка, охватившая весь Бэру-Хилл, заразна. Так, но похоже, он мне все равно не пригодится. Когда я сегодня была у каменного круга, я увидела, как археологи проделали дырку в самом кургане. Когда они ушли на перекур, я не удержалась и заглянула в нее. Знаю, я не должна была этого делать. Конечно, я не ждала что-то найти, но потом я пнула ногой комок земли и увидела этот артефакт. Такой же он тяжелый. Кажется, он отлит из бронзы и на нем причудливые рисунки. По-моему, он откололся от какого-то большого предмета. С одной стороны, он совершенно гладкий и на нем что-то такое нарисовано. Надо было закопать его на место или отдать одному из археологов. Но я положил его в карман и побежала домой. Тут появились эти дети с плакатами остановить раскопки. Надеюсь, они меня не заметили. Эмма, ты дура. Зачем тебе металлоискатель? Ладно, вернемся к нашим баранам. Надо защитить несколько рекламных роликов к вечернему эфиру и выбрать музыку. Столько дел. Пока. Дневничок. Окей, короче, она нашла кусок артефакта. И мы, кстати, тоже нашли какой-то... Какой-то артефакт. Так, ладно. Окей, металлоискатель. Она говорит... Металлоискатель. О, хорошо. Так, эта проволока, по-моему, вот так вот была, да, здесь? Угу. Так. Это, наверное, на ручке стопудово. Угу. Так, это куда? А, это так. А, это, наверное, низ, да? Тихо, стой. What the fuck? О. Так, окей. И нет батареек. Нет батареек, ну ладно. Мы его хоть собрали, короче. Хоть его собрали. Так, у нас больше... Здесь, в принципе, ничего нет. Можно отправляться... Дальше, короче. Исследовать. А, мы хотели, короче, отправиться... К этому... К светилищу. Так, где тут выход? Я заблудился. А, ну всё. Так, допустим, ладно. К светилищу мы хотели отправиться. Это нам, получается, идти надо... Вот в эту сторону. Так. Так, злостная телефонная будка. Я туда заходить не буду. Окей. Здесь, в принципе, тоже уже всё, ничего, да? Нет. Ладно, допустим. Ну, не то, что ничего нет. Тут что-то есть, но... Я пока ещё... Не в курсе, что. Так, ладно. Здесь мы всё смотрим. Здесь, кстати... Опа. Ягодки. Хорошо. Здесь, кстати, где-то грибы ещё были у машины. Помнишь, да? Надо будет сходить взять грибов. Которые у машины были. И наверх ещё был проход. Так. Ну, первым делом я хочу зайти в светилище. Посмотрим. Вот лестница наверх. Первым делом я хочу зайти вот сюда. И посмотреть, что у нас здесь такое. Так. Так. Это что тут? Надо в грубе какой-то? Так. Ой. Ладно, допустим. Он сюда нас не пускал. У нас не было света. Вот теперь у нас свет есть. Что-то он нихрена не помогает. Ладно, допустим. Опа. Ни херено вот так. Ни херено вот так. Ладно. Опа. Коробочка. Добро пожаловать к роднику святого Анеки. Путник чудесному месту, наполненному волшебством и дарующему духовное просветление. Если пожелаешь, оставь запись в этой книге. Элис Престидж. Какой прекрасный уголок природы. Здесь вдали от остального мира ты как будто оказываешься в прошлом. Мы чудесно отдохнули, а вода родника придали нам сил. Всю и Алла. А, это типа книжка отзывов, типа книга жалоб. Какая прелесть. Только здесь можно действительно отрешиться от мирской суеты и почувствовать, как себя переполняет энергия природы. Мы шли по указателю вдоль дорожки и внезапно обнаружили чудесное место. Мэг и Бетти. Удивительно, но этого родника как будто не коснулись прошедшие столетия. Он избежал участия других памятников, которых коснулась разрушительная рука цивилизации. Это живое воплощение народных преданий. Джон Малгреф. Потрясающе. Об этом месте надо рассказывать в моей передаче. Я проходила мимо родника сотни раз, но только сегодня остановилась посмотреть на него. Слушайте наше местное радио Бэрро Хилл на волне 15.3. Эмма Харри. Даже Эмма здесь была. Окей. В этом месте можно чудесно отдохнуть во время похода. Мы с удовольствием провели время здесь в Корнули. Тут есть на что посмотреть. Каменный круг на вершине холма впечатляет. Мы обязательно вернемся сюда еще раз. Оскар и Кейт. Я перехожу сюда, чтобы заняться медитацией, ибо только в этом священном месте разум мой чист от тревог и суеты. Приятно знать, что другие люди тоже приходят сюда, чтобы насладиться безграничными покоями, кристальными водами родника. Сегодня я зажигаю фиолетовую свечу, чтобы очистить мою душу. Элис Престидж. Так. Вот этот Элис Элси Престидж. Вот это вот. Это она, да, Элси, наверное. Походу, короче, тот тайник, где был артефакт. Это она же. Видишь, она все так пишет. Вот, короче, ну, в таком виде, как будто, знаешь, какая-то там, не колдунь, я не знаю, как ее позвать. Привет, Элси. Какая замечательная идея оставить здесь гостевую книгу. Тихие звуки воды, журчащие под сводами грота, умиротворяют меня. Мэгги. Мне кажется, что это место ничуть не изменилось в древних времен, как будто ход времен над ним не властен. Я слышу голоса в моей голове. Они повествуют мне о загробном мире. Я ощущаю чье-то присутствие. Я слышу звуки барабана, и кто-то шепчет мне свое имя. Джимми Флиниган. Другое имя возникает в моей голове. Это Генри. Дерек и Сэн. Мерзкое, мокрое и грязное место. Не понимаю, как кому-то оно может нравиться. Кэрол. Кто-то недоволен. Какое завораживающее место. Я попытался проникнуть дальше, но там слишком глубоко. С этим родником, как и со многими другими в корону, связана какая-то легенда. Я обязательно узнаю больше об этой святой анеке. Пит Эстон. Я прихожу к этому роднику с тех пор, как его показала мне моя бабушка. Ей же показал его и ее отец. В это время года надлежит провести ритуал освящения круга, но сначала я должна собрать воду. Я начала ритуал благословения воды с прославления святой анеке, вдыхая энергию в каждую из стихий, как гласит легенда, вычерченная на камне. Анека спустилась к нам с неба, на земле и светила в нашей жизни своим присутствием. Мы должны быть благодарны ей за святую воду, что бьет из святилища. Она наполнена благословением духа анеке. Нет ничего чище благословенной воды. Я возношу хвалу и благодарю святую анеку. Теперь я поднимусь на холм, пройду через лесную чащу, следуя древним тропам и окроплю священной водой камень Хенрик. Так, как учила меня бабушка много лет назад. Так, погоди. Священная водой... Ага, мне надо черпнуть воды, короче. Черпнуть этой священной воды, и это будет дар, короче. Я понял. И я прославляю каменных стражей, гладящих на нас с холма. Это место покоя и умиротворения. Моё подножение напомнит древним о том, что мы ничего не забыли. Так, погоди. Камень Хенрик, священная вода. Так, погоди, надо записать, короче. Хенрик, вода. Потому что я на всякий случай запишу, потому что я думаю, что мы всё-таки будем делать, короче, подносить дары. Чтобы успокоить вот эту вот всю дичь, которая здесь творится. Вот. Окей. Так. А вот, в принципе, и вода, да, надо будет зачерпнуть сейчас. И здесь у нас ничего. Корни деревьев. Окей. Ни хрена себе там символ рыбы, смотри. Какой-то, да? Может, сюда надо поднести дар? Погоди-ка. Дар рыбы. На рыбу, да, похоже? А вот, что-то надо ставить сюда. О, да ладно. Погоди, что-то открылось. Ух-точка, а тулька. Прикольно. Так, печать какая-то, или это монета? Это монета, ну, или печати, да. Так, это что у нас? Мелодия какая-то. Неужели что-то будем играть? Держит солнце. Здесь отпечаток руки. Это земля жива. Я чувствую биение ее сердца. То, что никогда не должно было пробудиться, просыпается. Скоро закончится великий сон. Ему понадобится помощь. Он должен знать, что земля невредима. Подношения будут принесены. Это моя обязанность. Только моя. Аббатство знает о том, что я намереваюсь сделать. Ну вот, про что я говорю. Семь подношений, значит, надо. Семь добров, семь подношений. Окей, опять какие-то мелодии, или что это? Мелодия. Аханека, аханека, спустившаяся с небес на нашу святую землю. Богослови нас святой водой, чтобы души наши воспряли вновь. Окей. А, и все, что ли? Я даже вот эти вот монетки не возьму. Ну ладно, допустим. Допустим. Так, прикольно, да? Светилище такое, как бы оно. Прямо здесь еще, смотри, проход. Ну-ка, давай сюда зайдем еще, посмотрим сейчас. А потом уже подойдем к свечам. Ага. Так. А это образ, наверное, священной анеки. Скорее всего. Какое-то непонятно, что пятно какое-то. Так, свечи. А да ладно, смотри. Не берется. Зато могу монетку бросить. Загадать желание. Странно. Не берется. Загадя, свечи, наверное, зажечь можно, но... Так. Может теперь? Может теперь можно взять? А че потухли? Э! Или в определенном каком-то порядке надо зажечь их? Погоди, она говорила, зажигаю фиолетовую свечу. Фиолетовая свеча, это вот это, да? И все потухло. Я думаю, в каком-то надо порядке, короче, это зажигать. В каком-то... В каком-то правильном, наверное, порядке. Блин. Че-то мы еще читали, короче. Помните про священный источник? И че-то читали, короче. Тоже там, по-моему, или про свечи, или про что-то, короче, было. Про какой-то свет или что-то. Надо будет полазить в этом. В одной из комнат, короче, этих ученых было что-то написано. Вот. Там что-то они писали. Или про свечи, я вот не помню. Или про свечи. Или про что-то, короче, писали. Не знаю, короче. Будем разбираться. Будем разбираться, друзья. Пока это ничего не... Ну, в любом случае, я так понял, надо, короче, зажечь как-то вот... В каком-то порядке, наверное, или определенные какие-то свечи. Вода светится, и нам надо будет, короче, взять... Да. Хотя, может быть, это я придумываю, но... Ну, все, может быть. Вот. Так. Теперь можно сходить... Так, наверх мы пойдем, наверное, уже в следующей серии. Так, я сейчас хочу сходить... Взять... Грибов, которые у нас возле машины... Находятся. Блин, шорохи такие, вообще, непонятно. Вот. Вот от этих, короче, грибов надо взять. Это я, чё они... О! Грибочки! Так, окей. Да. Ну и, наверное, на этом закончим. Вот, друзья. В следующей серии пойдем, короче, туда наверх сходим. Вот. Дальше по плану... Как мы посмотрим, что там наверху находится. Дальше по плану пойдем обратно в... Ну, на бензоправку в мотели в эти. Там полазим, короче... Еще раз в документах. Там по-любому что-то было, короче, насчет вот этих свечей, насчет какой-то вот этого святилича, короче, что-то было написано, я не помню. Если вы помните, то пишите в комментариях и, как бы, тем самым вы, ну, сократите время прохождения, вот эти блуждения, короче, туда-сюда. Вот. Ну, я думаю, снова сходить к Бену. Может, он что-нибудь скажет нам. Может, он же там оклемался или что-то произошло. Потому что мы уже столько всего сделали. Я так думаю, что это здесь все основано на скриптах, как бы. Что-то ты сделал, должно что-то поменяться. Вот. Так что, я думаю, стоит заглянуть. Ну, а кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Плейлист, ссылочка на прохождение будет в описании. С вами был Валерий. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok